Китай Переломным периодом было правление первого императора Ши Хуанди в III веке до н.э. Символ его могущества – армия из 8000 таракотовых статуй солдат в натуральную величину. Эти статуи обнаружены в его гробнице недалеко от современного города Сиань в провинции Шэньси в 1974 году. Великой китайской стены Китайцев эта стена стала еще и границей их культуры, за ней лежал мир варварских народов. Срединное государство пережило много взлетов и падений. Сейчас, в начале 21 века, Китай вновь становится могущественной державой. Сегодня посмотреть на Великую стену приезжают миллионы туристов из всех уголков мира. Пройти по ней – это незабываемое впечатление и немалое усилие. Но погрузиться в раздумья о веках минувших не выйдет. Из динамиков несутся современные мелодии. А еще недавно здесь звучали исключительно коммунистические лозунги. С течением времени главной функцией стены стала коммуникационная, а не оборонительная. На расстоянии нескольких сотен метров друг от друга расположены башни с наблюдательными пунктами. При помощи дымовых сигналов, факелов и флагов стражники передавали друг другу сообщения. В случае необходимости поверху стены шириной 5 метров быстро перемещались всадники. Здесь, в местечке Бадалин, находится один из лучших всего сохранившихся фрагментов стены. До Пекина отсюда лишь 70 километров. Дворцовый комплекс, который носит название «Запретный город», был резиденцией императора и центром империи. Именно здесь, за мощными стенами и широким рвом, на протяжении многих веков императорские династии вершили судьбы Китая. За воротами Умень, или по-русски «Полуденными воротами», начинается территория запретного города, куда простым смертным входить не разрешалось. Лишь немногие, кто все-таки оказывался удостоен такой чести, могли воочию увидеть великолепие императорского дворца. Крыши, стены и углы зданий украшены символическими изображениями, призванными отгонять злых духов. В пределах стен — лабиринт садов и построек. А эти бронзовые кувшины имели не ритуальное назначение, а наоборот практическое. Их наполняли водой на случай пожара. Зато бронзовым скульптурам приписывалась магическая сила. Журавль даровал счастье, черепаха — долголетие. Символичные и рельефные изображения на стенах. Это орнаменты из фарфора, материала, технология изготовления которого в Средневековье держалась в строжайшем секрете. Тайну получения белого золота европейцы узнали только в XVIII веке. Китай — родина и многих других изобретений, в частности бумаги, компаса и пороха. По императорским садам гуляли наложницы властителя. Некоторые помещения дворца и храмов до сих пор закрыты для посетителей. В выставочных залах у ворот запретного города выставлены некоторые из сокровищ императоров. Эпоха императоров вызывает интерес не только у иностранных туристов, но и у самих китайцев. Переодевшись в исторические костюмы, они фотографируются на память о своем посещении запретного города, который когда-то был сердцем империи. Интерес к тем давним временам стал даже входить в моду после завершения фанатичной культурной революции Мао Цзэдуна. На многих зданиях все еще висят его портреты, но, к счастью, сумасшедшие идеи Мао, вроде той, что народ должен оторваться от своего прошлого, давно уже покоятся на свалке истории. Там, где 40 лет назад маршировали дружины хунвейбинов, бойцов культурной революции, сегодня бережно возрождается великое наследие императорского Китая. У власти до сих пор находится коммунистическая партия, однако битву за сердца простых граждан красные властители, похоже, проиграли. Не исключено, что их помпезные лозунги и парады вскоре станут таким же элементом истории культуры, как императорские костюмы. Перед императорским дворцом площадь Тяньаньмэнь или Небесного спокойствия – это самая большая площадь в мире. В 1989 году здесь были жестоко подавлены студенческие выступления. С тех пор Тяньаньмэнь по-своему символизирует стремление к демократизации политической и общественной жизни в Китае. Монументальные памятники партийным лидерам стали сегодня просто достопримечательностью для туристов, да и в музее Китайской революции не слишком много посетителей. На площади много полицейских, значит, власть все еще опасается, что на Тяньаньмэнь снова могут быть обращены взоры всего мира. В мавзолее, расположенном в центре площади, в хрустальном гробу, покоится Мао Цзэдун. Сегодняшний Пекин – рай для потребителя. Суперсовременные торговые улицы здесь отличаются от западных только запахом экзотических блюд, который доносится из баров и ресторанов, и живописными киосками с традиционными китайскими товарами. Для европейца шопинг в Пекине – это шанс дешево приобрести множество нужных вещей. Перед ценами на китайскую электронику и текстиль и в самом деле трудно устоять. Делая покупки, стоит подумать и о талисмане на счастье – традиционном китайском фонарике. Улица Люличан – истинный рай для любителей чая. Тут в самом большом во всем Китае чайном магазине предлагают более 700 разновидностей чая, как чистого, так и со всевозможными добавками – травами и сушеными фруктами. Вкусовых сочетаний и запахов здесь не счесть. В этом магазине можно составить смесь и по своему желанию. Многим сортам чая приписываются целебные свойства. Обо всем расскажет знаток-продавец. Церемония заваривания чая и, собственно, чаепития – важная часть китайской культуры, имеющая более чем тысячелетнюю историю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чайная церемония – это еще и мотив традиционного искусства каллиграфии. Прекрасные работы каллиграфов можно купить поблизости в букинистических лавках по удивительно низким ценам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Пекина полюбили разнообразную экзотику, например, европейскую музыку. Вид узкоглазых кавалеров, танцующих под открытым небом вальс, на первый взгляд может показаться несколько необычным. Хотя что необычного в том, что музыка Штрауса вслед за европейскими столицами покорила и Пекин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В свободное время пекинцы с удовольствием проводят на свежем воздухе. Это и понятно. На протяжении многих десятилетий прогулки в парках и неспешные беседы со знакомыми были их единственным развлечением. Сегодня в городе более чем достаточно кафе, ресторанов и дискотек, однако мало кому они по карману. Любой может посмотреть на танцующих. Некоторые присоединяются или ждут партнера для тура вальса. А кто-то при звуках вальса мечтает отправиться на прекрасный голубой Дунай. Пройдя несколько шагов, мы попадаем в Храм Неба, главное святилище императорской эпохи. Здесь ежегодно проходили религиозные и государственные праздничные церемонии. В центре комплекса в 15 веке был построен павильон Циньяньдань. В переводе с китайского – павильон молитв о хорошем урожае. В нем раз в год император заклинал ветер, дождь, жару и холод, чтобы они появлялись вовремя, тогда, когда назначено вековечным природным циклом. Все жертвы приносили своими сохранения гармонии между небом и землей. Стремление к ней отражено почти в каждой архитектурной детали этой постройки. Глиняные коровы в натуральную величину и другие символы плодородия должны были помогать императору в его молитвах о благоприятной погоде. От ее милости и сегодня зависит жизнь китайцев, большинство которых по-прежнему занимается земледелием или разводит скот. С тех пор, как китайское крестьянство познакомилось с наукой и техникой, храм воспринимается уже не как святилище, а как памятник культуры. Следующая достопримечательность – знаменитая стена Эха. Так называли каменную полукруглую стену вокруг павильона небосвода в храме Неба. Это единственная в своем роде акустическая ловушка. Звук голоса переносится в отдаленное место. Такой эффект символизировал тесную взаимосвязь неба и земли. Если страной правил мудрый властитель, в природе царила гармония. Дурное правление обрекало на неурожаи и стихийные бедствия. Мало кто из туристов знаком с этими старинными представлениями, зато каждый может поразвлечься, играя с эхом. Храмовые павильоны украшают традиционные символы империи. Драконы символизируют мужество. А львы – могущество императора. В павильоне небосвода столетиями императоры возносили небесам молитвы и спрашивая гармонии, то есть хорошей погоды, урожая и мудрых решений. Особое значение китайцы издавна придавали хорошей еде. Еде не только обильный и вкусный, но и радующий глаз. Несомненно, такое представление обусловлено стремлением к гармонии во всех сферах жизни. То есть хрустящий гусь в кисло-сладком соусе – проявление все той же гармонии. Некоторые блюда готовятся только по определенным поводам. Одним из таких исключительных блюд является утка по-пекински – визитная карточка мегаполиса. На ее приготовлении специализируются избранные рестораны, а поглощение этого блюда – целый ритуал. Сначала подается острый суп, чтобы возбудить аппетит, и лишь потом – хрустящая птица. Утка запекается в маринаде до появления коричневатого оттенка и нарезается тонкими ломтиками. На столе уже ждут традиционные гарниры. Кусочки утки заворачивают в тонкую лепешку. А потом можно добавить овощей и приправ по собственному вкусу. Утка по-пекински – это настоящая калорийная бомба. Но чтобы отведать это незабываемое блюдо, стоит на день позабыть про диету. Еще кусочек, и гармония тела и души достигнута. С этим благостным ощущением мы отправляемся дальше. В пригороде Пекина, у подножия холма Долголетия, императоры династии Цин приказали выкопать искусственное озеро Куньмин и построить рядом с ним летний дворец. На северном берегу озера находится знаменитый длинный коридор, крытый пассаж длиной 728 метров. Длинный коридор украшен более чем восьмию тысячами картин, которые изображают сцены из мифов, легенд и литературных произведений. Вокруг разбит большой сад. Здесь же мы увидим бронзовые фигуры львов и драконов, которые символизируют могущество императора. Львов в Китае никогда не было, а крылатые драконы – животные и вовсе легендарные. Выше дворцовых построек находится восьмиугольный храм Фо Сянгэ, название которого переводится как «Дворец воскуривания благовоний в честь Будды». Сегодня почти весь комплекс отреставрирован. Восстановлены и те его постройки, которые когда-то намеренно уничтожали. В XIX веке сооружения Летнего дворца пострадали во время опиумных войн с Британией и Францией. В ходе культурной революции огромный урон дворцу нанесли боевые отряды Мао Цзэдуна. Чтобы войти в пагоду, нужно преодолеть более 800 ступеней. Это требует серьезных усилий. Должно быть императором, подъем по лестнице тоже давался нелегко. А потому помогать им в пути была призвана фигура Гуань-инь, богиня милосердия. От входа в пагоду открывается замечательный вид на озеро. Несколько раз в году здесь проходят регаты традиционных лодок в форме драконов. Более трех тысяч павильонов, храмовых залов, башен и дворцовых помещений ждут туристов в этом крупнейшем в мире дворцовом комплексе. Рядом с ним реконструирован торговый комплекс, прообраз наших гипермаркетов. Он возник 300 лет назад и был предназначен в первую очередь для императорских наложниц. К числу любимых развлечений двора относились театральные представления. Спектакли китайской оперы «Дзиньси» начали проводиться по указу императора Цяньлуна в конце 18 века. Более 200 лет в театре летнего дворца идет один и тот же спектакль. Его либретто до мельчайших подробностей соответствует тому, что когда-то было утверждено императором. Актеры поют фальцетом на древнекитайском языке, который теперь понятен только лингвистам. Недоброжелатели говорили, будто император повелел создать такой вид искусства специально, чтобы мучить строптивых наложниц. Каждое движение и каждая улыбка в точности и заранее определены. А за исполнением строгим взглядом следит сам автор. Это его бронзовый бюст установлен здесь. В таком представлении главное совершенство подражания и повторения. Каждый жест актера известен и должен быть отточенным, а видов отрепетированных улыбок в спектакле целых 20. Оркестр сидит у края сцены. Помимо бубнов, гонгов и трещоток, в нем задействованы двухструнные скрипки «Хуцинь». До сих пор большинство женских ролей исполняют переодетые мужчины. Женщинам было запрещено выступать на сцене вплоть до 30-х годов прошлого века, но и сегодня они появляются в классической опере лишь время от времени. Пение дополняют акробатические трюки клоунов и сцены битв. Фабула, кстати, не так экзотична, как можно было бы предположить по необычной актерской игре. В этой сцене две женщины просто ссорятся из-за мужчины. Вдали от современных и исторических районов мы можем открыть для себя уголки, где жизнь идет в своем ритме, нарушить которые не могли ни император, ни Мао Цзэдун. Здесь, в узеньких переулках, которые в Пекине называются «хутунами», в картонных домиках без канализации живет множество семей. Люди здесь неспешно ведут хозяйство, и вся их жизнь ограничена пространством двора и соседним магазинчиком. Но и сюда рано или поздно придет цивилизация, и избушки хутунов заменят бетонные дома. Здешние жители, однако, вряд ли воспримут это как перемену к лучшему. Новые торговые комплексы отличаются от европейских или американских только тем, что все названия написаны непривычно. А еще специфическими дорожными знаками, которые запрещают въезд на территорию рикшем, но не такси, благо такси в Пекине еще не очень много. Кажется, что едва ли не больше китайского мы встретим в чайна-таунах Лос-Анджелеса или Нью-Йорка. Вот исчезнут хутуны, и атмосфера старого Пекина сохранится только в музеях и исторических зданиях. Город действительно все больше становится похож на западные мегаполисы. Впрочем, международные сети фастфуда в столице Китая пока не прижились. В квартале Фуд-Сити, где сотни маленьких забегаловок, безраздельно царит традиционная кухня. Китайцы едят много, охотно и почти все. Лишь бы было хорошо пожарено и как следует приправлено. В меню есть говядина и мясо кабана, собаки и кота. Есть каракатица и уш, тут и вышел капрят, и даже саранча. А что такого? У каждого свои вкусы. Лучшее лакомство в мире. Небесный дар, укрепляющий тело. Жемчужина вкуса и аромата. Владельцы закусочных соревнуются в поэтических определениях. Фуд-Сити – любимое место вечерних встреч пекинцев. Особенно молодежи, которые не по карману ужинать в более дорогих местах. Символом давнего прошлого провинции Хунань является статуя монаха Бодхихармы, который в 527 году пришел из Индии в Китай и первым начал проповедовать в этой стране буддизм. Тут, в пещере горы Суньшань, одной из пяти святых гор Китая, он провел 9 лет в медитации, а потом отправился в даосский монастырь Шаолинь и убедил тамошних монахов обратиться в буддизм. Старинные духовные практики, а также боевая техника кунг-фу, которая оформилась здесь, прославили Шаолинь на весь мир. С некоторых пор Шаолинь стал самым доходным из китайских мифов. Сотни иностранцев обучаются кунг-фу в городке, который возник рядом с монастырем. За несколько месяцев можно обучиться азам этой борьбы. А вот 6 лет, столько времени учатся здесь китайские дети, это уже кое-что. Занимаясь по несколько часов в день, адепты кунг-фу становятся мастерами. Во времена культурной революции кунг-фу ушло в подполье, однако в дальнейшем, благодаря многочисленным кинофильмам, оно превратилось в своего рода статью китайского экспорта. О его востребованности свидетельствует число школ кунг-фу от Москвы до Лос-Анджелеса. В самом Шаолине, а также в округе в радиусе нескольких километров, действует более 100 школ. Месяц обучения стоит около 75 долларов. Проживание и питание оплачиваются отдельно. В мастерских, которых здесь не счесть, ремесленники делают мечи, причем в огромных количествах. Ими без труда можно было бы вооружить целую императорскую армию. В этих мастерских работает много женщин. Они в основном занимаются изысканной отделкой. Более тяжелые кузнечные работы выполняют мужчины. Украшение рукояти и ножен – тонкая ручная работа, требующая немалого мастерства. Можно было бы подумать, что здесь делают только декоративные экземпляры, но пройдя всего несколько шагов, мы увидим, как эти мечи служат своим владельцам. Чтобы достичь совершенства, будущие мастера кунг-фу начинают тренировки в возрасте до 10 лет. Лишь немногие – чуть позже. Здешние школы формально считаются общеобразовательными, но на деле главным предметом и содержанием обучения является кунг-фу. Важный элемент ежедневных многочасовых тренировок – упражнение на выносливость с целью закалить тело и сделать его нечувствительным к боли. Кунг-фу – это не просто борьба, скорее, это определенная система религиозных взглядов. Тем не менее, большинство учеников, похоже, мечтает в первую очередь о том, как бы попасть в Голливуд. Мало кому удается пойти по стопам Брюса Ли, однако в полиции или охранном агентстве диплом шаолиньской школы – прекрасная рекомендация. Глядя на тысячи безделушек, которые продаются в городских лавках, можно и позабыть о том, что кунг-фу – это в первую очередь богатая духовная традиция. Но экскурсия в сам монастырь напомнит нам об этом. Дорога идет через лес Пагод – кладбище великих мастеров кунг-фу. Их тела в соответствии с буддийской традицией сжигали, а прах помещали в специально построенную пагоду. В монастыре Шаолинь можно проникнуться духом буддийской религии, которую распространяли в Китае индийские проповедники. В Срединном государстве буддизм усвоил многие положения традиционной китайской религии – даосизма. Так сформировалось своеобразное дальневосточное направление буддизма – чань, или в японской традиции – дзен. Со временем буддизм начал оказывать большое влияние на общественную и политическую жизнь страны, однако он так и не стал господствующей религией. В 845 году императорским указом буддизм был запрещен, а монастыри закрыты. Однако такая мера не смогла воспрепятствовать распространению этой религии. Основы кунг-фу, или по-древнекитайски ушу, разработал Бодхитхарма. Его изображение сейчас можно увидеть в монастыре. Физические упражнения первоначально были частью общего комплекса практик, целью которых являлось духовное совершенствование. Впрочем, уже очень скоро стало очевидно – кунг-фу не только средство достичь нирваны, но и эффективное боевое искусство. Бронзовые фигуры в монастырском коридоре напоминают о легендарных шаолиньских монахах, которые спасли жизнь Ли Ши Миня, будущего императора Тайдзуна, сделав тем самым кунг-фу популярным во всем Китае. В правлении династии Тан шаолиньских монахов назначали телохранителями императора. Значение монастыря возрастало, он стал крупным политическим центром. Позже, когда влияние буддизма ослабло, монахи вернулись к молитвам, не забывая, впрочем, и боевые упражнения. Нынешние обитатели шаолинья не без успеха поддерживают репутацию монастыря как единственного в своем роде. Прекрасной рекламой служат зрелищные бои. Раз в месяц лучшие мастера кунг-фу демонстрируют свои умения во время смотра, на котором их оценивает специальное жюри. Невероятная плавность движений достигается за счет умения управлять внутренней энергией ЦИ, которая присутствует в каждом человеке. Дыхательная гимнастика и упражнения, направленные на концентрацию ЦИ, учат аккумулировать и использовать эту силу. Искусство владеть собственным телом оберегает и от травм. Энергия ЦИ направлена в нужное место, и вот плечи и ноги совершенно невосприимчивы к боли и ранениям. Интересно, думают ли самые молодые ученики школы во время смотра о Будде, или все-таки им ближе герои Голливуда? Плавание по реке Лидзян в окрестностях города Гуйлинь дарит невероятные впечатления. Это один из самых живописных уголков Китая. Во время путешествия вам откроются великолепные пейзажи, так что вы не обратите внимания, плывете ли вы на роскошном пароме или на традиционной китайской джонке, множество которых каждый день выходит из порта Яншуо. Кажется, что это каллиграфия вдохновенного поэта. Впрочем, названия каждого взгоря здесь, имена скал и пещер, говорят сами за себя. Пещера возвращенной жемчужины, пещера тростниковой флейты, пик зеленый лотос. Неизменно привлекает туристов город Гуйпин, который многие считают самым красивым в Китае. Живописный речной порт, рынок, где крестьяне и ремесленники продают свои товары, все выглядит так, как если бы время здесь остановилось несколько веков назад. Если бы не туристы, можно было бы действительно потеряться во времени. Товары здесь носят в корзинах. Плетут эти корзины вручную и тем же способом, что и сотни лет назад. И с тем же ангельским терпением, которым наделен и вот этот парикмахер. Даже эти средства передвижения не могут развеять впечатление, будто мы перенеслись в прошлое. Любой музей техники гордился бы такими экспонатами. Большим спросом на рынке пользуются корни женьшеня, самого, пожалуй, знаменитого лекарственного растения из Китая. А сколько вокруг знатоков? Чтобы оценить товар, нужно знать, где понюхать, а где погрызть. Женщины занимаются покупками, а мужчины, ну да, конечно, играют в карты. Правила игры и рисунки на картах отличаются от наших, но вот жесты и эмоции играющих очень схожи. Самое подходящее время – что-нибудь съесть. А если кто-то не успел проголодаться, то аромат издешних кушаний моментально пробудет аппетит. В обеденном меню на первом месте макароны. Вопреки расхожим представлениям, это именно китайское блюдо, а не итальянское. В Европу же оно попало благодаря Марко Поло. Макароны здесь делают так же, как и сотни лет назад, и сушат на ветру. Тот, кому недостаточно экзотического вида порта и лодок, должен отправиться вниз по реке Лицзян. Любуясь поистине сказочным пейзажем, мы сможем понять и ощутить, в чем заключается китайская гармония и вечное равновесие начал инь и янь. Интенсивная зелень деревьев и рисовых полей, как и серо-голубые известняковые скалы, просто провоцирует взяться за кисть и палитру. КОНЕЦ Хотя нам потребуется известная выносливость, осмотр здешних окрестностей стоит того, чтобы преодолеть некоторые трудности. В Яншуо можно взять на прокат горный велосипед и добраться до мест, которые, может быть, даже более живописны, чем те, что описаны в путеводителях. У дороги мастер делает гравировки на надгробиях. Искусство каллиграфии по камню в Китае ценится очень высоко. Мы попадаем в одну из деревень, появившихся еще в эпоху Мин. Время здесь тоже остановилось. Жизнь крестьян-рисоводов течет в том же неизменном ритме, что и сотни лет назад. Эти люди всегда жили настолько бедно, что даже Мао и его культурная революция не смогли у них ничего отобрать. Но ничего и не дали. Новая экономическая политика Оставила крестьянам минимум частной собственности, вынудив их искать способы увеличения производительности труда. Рис был, остается и еще долгое время будет основной пищей более чем миллиардного населения страны, где большинство жителей, несмотря на стремительную индустриализацию, по-прежнему сосредоточено в сельской местности. И как и раньше, крестьяне сеют и собирают рис голыми руками. О растительной системе столько же лет, сколько самой деревни. Она помнит времена династии Мин. Но работает она безупречно. Зачем же модернизировать то, что и так не одно столетие выполняет свою функцию? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Бакланы. Здешние рыбаки используют их для ночной ловли рыбы. Рыбаки ничего не имеют против туристов, которые хотят паудить ночью. Птицы ведут себя так, как подсказывает им охотничий инстинкт. Не обращая внимания на путы, которыми они связаны, бакланы молниеносным движением захватывают добычу. Но лента вокруг шеи не позволяет им проглотить и съесть пойманную рыбу. Приходится обойтись тем, что удалось попробовать, и отдать улов человеку. Рыбалка на баклана зрелищна, но обращение рыбаков с птицами многие сочтут жестоким. В стране, где каждому животному приписываются какие-нибудь магические свойства, даже козе есть памятник. Он установлен в Гуанчжоу. В Европе этот город известен под названием Кантон. Миф гласит, что когда город строился, боги прислали сюда пять коз, жующих колоссия. А это означало грядущее благоденствие и счастье. Город на берегу реки Сидзян стал одним из крупнейших экономических центров Нового Китая. Торговля в Гуанчжоу ведется уже две тысячи лет. С момента, когда Красный Китай снова наладил связи с Западом, город растет не только вширь, но и ввысь. В тени небоскребов мы встретим много зданий, которые выглядят совсем по-европейски. Уже много веков крупные торговые компании Европы открывали свои филиалы именно здесь. Европейские архитекторы строили тут целые районы. Гуанчжоу – один из наиболее европеизированных городов Срединного государства. Однако, несмотря на это, он хранит верность своим традициям. Человеком, открывшим страну Западу, был Сунь Яцен, первый лидер Китайской республики, которая была провозглашена в 1911 году. В начале 20 века в стране разразился глубокий кризис. Тогда Сунь Яцен возглавил революцию, в результате которой маньчжурская династия Цинь, правившая Китаем почти 300 лет, была свергнута. Но памятники прославляют не только героев прошлого. Молодое поколение любит драконов, громкую музыку, бубные колокольчики, а также львов. В 30 километрах от Гуаньчжоу, в городе Фошань, находится храм предков. Каждое утро в 11 часов перед ним двое танцоров изображают льва. Акробаты, разноцветные костюмы и танец – это тоже часть местной культуры, не менее важная, чем боевые искусства. Дети – вот самая большая роскошь в этой стране. Одного ребенка государство семье позволяет, а вот за второго надо платить налог. Общество, основой которого испокон веков были большие семьи, с трудом привыкает к этому ограничению. Теперь детей воспитывают по одному, без братьев и сестер, вырастают типичные маленькие императоры. Рождение девочки уже перестало восприниматься как катастрофа, хотя более желанным по-прежнему остается мужское потомство. После представления лев, конечно, голоден. К счастью, дети знают, чем его накормить. Несколько купюр в пасть, и хищник удовлетворен. Храм предков был построен во времена династии Сун в 10 веке. Здесь мы увидим и черепаху, символ долголетия. В китайской семье старшее поколение всегда пользовалось наибольшим авторитетом. Конфуций, заложивший основы мировоззрения китайцев, утверждал, что человек ценен только как часть целого, прежде всего семьи. Раньше верили, что души умерших предков могут попасть на небо, если их потомкам будет гарантирована любовь и доброта. Сотни керамических фигур, которые изображают предков, собраны в цепи. Это символизирует непрерывную родственную связь между разными поколениями семьи. Ныне живущие рассматриваются как часть бесконечной цепи. Они почитают предков и знают, что после смерти тоже будут делать их дети и внуки. Музыка Музыка Тому, кто хочет лучше познакомиться с китайской культурой, будет полезно съездить в горы Уданьшань. Это труднодоступное место считается родиной даосизма. На горных вершинах расположено более ста даосских монастырей и храмов, до которых можно добраться на фуникулёре. Многие века здешние храмы оставались одним из излюбленных сюжетов китайской живописи. Музыка Мы идём вдоль длинных цепей, на которых висит множество замков. Согласно старому обычаю, если влюблённые повесят тут свой замок, их союз будет счастливым на протяжении всей жизни. Музыка Среди даосских священнослужителей и монахов есть и женщины. Монастырские общины, после долгих лет коммунистического правления, снова начинают играть важную роль в жизни страны. Паломники могут получить в монастыре житейский совет. Многие совершают здесь жертвоприношения по старому обряду. Магический пейзаж позволяет каждому почувствовать гармонию дао, вечного равновесия инь и янь, пассивного женского и активного мужского начал. В природе эти противоположности существуют сбалансированно. Даосизм учит людей находить это идеальное равновесие в себе. Магический пейзаж Старинный обычай гласит. Старинный обычай гласит. Тот, кто попадет здесь монеткой в голову черепахи, будет жить долго. А вот еще одно поверье. Звук монеты, ударяющий о колокольчик, приносит счастье и достаток всей семье. Здесь все ориентировано на инь, женское начало. Мягкие крупные формы, текучие округлости и нежные завершения. Даосы в горах Уданьшань учат концентрироваться на энергии, идущей из центра всех вещей. Здесь возникло и свое боевое искусство. Здешние мастера противопоставили мужскому динамичному стилю шаолиня собственный, более мягкий и тонкий – тайцзи цюань. Тайцзи цюань. Легенда гласит, что давным-давно монахи подсмотрели последовательность движений, характерных для сражающихся животных – журавля и змеи. Женское начало. Инь должно быть дополнено противоположным. Похоже, мы знаем, где его искать – в Шанхае. Этот суперсовременный город – визитная карточка китайского экономического чуда 90-х. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фасады банков и офисы крупных фирм на набережной Вайтань напоминают о 20-30-х годах минувшего века – времени, когда город был особой экономической зоной. Сегодня Шанхай вновь переживает экономический бум. Ночная жизнь здесь пульсирует так же интенсивно, как в Берлине или Нью-Йорке. В тени представительных зданий родилась в свое время первая в истории страны рабочая партия. Здесь была основана коммунистическая партия Китая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Магазины на улице Наньцзинлу открыты круглосуточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда на волне реформ председатель КНР Дэн Сяопин сказал китайцам «обогащайтесь», нигде, наверное, его призыв не был воспринят с таким энтузиазмом, как в Шанхае. А разыгравшийся потребительский аппетит – это, в свою очередь, ответ народа на долгие годы запретов, когда власть отказывала людям в праве собственности даже на кухонную посуду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любителям ночной жизни, помимо удовольствий в западном стиле, Шанхай предлагает и кое-что уникальное. Вот самая знаменитая варьете Китая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти акробаты демонстрируют высочайшее мастерство. Секретом их искусства является, конечно, умение достигать идеального равновесия. А как иначе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хватать вещи на бегу, не сбавляя скорости. Кто-кто, а жители мегаполиса должны оценить этот трюк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И с ножами управиться, и шапку не потерять. В общем, надо вовремя подсуетиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Творческие профессии в Китае очень уважают. В них соединились все традиционные ценности и добродетели. Равновесие. Выдержка и самообладание. Сила и гибкость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нечувствительность к боли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рассвет и раннее утро на набережной Вайтань – это время, когда в современный мегаполис из стекла и алюминия ненадолго возвращается Старый Китай. Примерно на час в Шанхае наступает относительная тишина. Магазины и клубы закрыты, а офисы пока не начали работу. Город может ненадолго вздохнуть с облегчением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День начинается с упражнений шаолиньских монахов под недремлющим взглядом Мао. Или с упражнением гимнастики Тайцзи Цюань, подсмотренной в горах Уданьшань. Миллионы китайцев по всей стране именно так встречают новый день, активируя в своем теле энергию Ци. Мягкие замедленные движения и глубокие вдохи, и жизненная энергия гармонично заполняет тело и душу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ежедневный комплекс расслабляющих упражнений обеспечивает долголетие и жизненную силу до глубокой старости. Вот эти, господа, прекрасный тому пример. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Благодаря занятиям Тайцзи Цюань можно достичь гармонии в отношениях с противоположным полом. Вполне вероятно, встретить здесь родственную душу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом даже самый европеизированный город Китая остается верен национальным обычаям. В стране контрастов все противоположности рано или поздно оказываются гармонично уравновешены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Шанхае расположен один из крупнейших торговых портов в мире. Отсюда открывается впечатляющий вид на футуристическую архитектуру нового центра на другом берегу реки. Этот район называется Пудун. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый день сюда привозят сотни тысяч тонн товаров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместе с наплывом иностранцев в 19 веке на окраинах старого города выросли английские, французские и голландские кварталы, которые в начале 20 века образовали целый европейский город внутри азиатского. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Набережная Вайтань – запечатленная память о первом экономическом буме, что-то вроде Нью-Йоркской пятой авеню. Здесь возвышается отель мира – еще один символ тех времен. Этот отель поныне остается одним из самых престижных в городе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 20-е годы здесь подписывали миллионные чеки и заключали гигантские сделки. А город расцветал благодаря торговле шелком, чаем и опиумом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удивительный факт – вызывающий богатый и роскошный Шанхай совершенно не пострадал от исторических катаклизмов, которыми была так богата история Китая в прошлом веке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зеркальный зал отеля быстро облюбовали известнейшие карточные игроки того времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 20-х годах прошлого века, наверное, только Нью-Йорк и Берлин могли оспаривать у Шанхая звание самого порочного города в мире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот ресторан по-прежнему считается одним из самых изысканных в городе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это один из культовых джаз-баров, который тоже помнит дореволюционные времена. Времена, когда в Шанхае танцевали свинг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда здесь выступали знаменитые американские биг-бенды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пиво родом из Цинтао, где некогда немецкие мастера пивоварения передали китайцам секрет приготовления золотистого напитка. Европейское изобретение быстро покорило жителей Срединного государства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Шанхае смешение культур и обычаев проявляется сильнее, чем в любом другом городе Китая. Старый Шанхай, город китайцев, как когда-то называли его европейцы, до 1912 года был отгорожен от новых кварталов большой стеной. Каждый квадратный метр здесь на вес золота. Квартиры поэтому крохотные, и даже клетки для птиц вывешивают снаружи, так же, как стиранное белье. Ну а всякое общение вынужденно переместилось во дворы. В этом месте не ощущается лихорадка большого города. Жители придаются любимым развлечениям, например, традиционной игре в маджонг. Здесь все знают всех. Знают даже гардероб каждого из своих соседей. Но эти тесные городские районы уже на прицеле у санитарных служб. Ненасытный мегаполис только и ждет, чтобы поглотить их и устроить здесь все по-своему. Здесь процветает торговля фирменной спортивной обувью или более или менее удачными подделками под известных производителей. В центре старого города, в окружении маленьких магазинчиков, находится живописный сад Юйюань. Здесь же по соседству и знаменитая чайная Ху Синь Тин. Чтобы попасть в нее, нужно сначала отогнать злых духов, пройдя по специальному зигзагообразному мостику. Под звуки традиционной китайской музыки, наслаждаясь изысканным чаем, на время забудем о бешеном ритме жизни вокруг. Чай заваривают в соответствии с многовековой традицией. Играет музыка. Не только вода, но и чайник должны быть соответствующей температуры. Прежде чем подавать чай, надо тщательно проверить, как он пахнет. Напиток будет готов только тогда, когда листья впитают много воды. Наконец, можно расставлять плошечки с бодрящим чаем. А к нему маленькое угощение – сладко-острое печенье и перепелиные яйца. Юйюань, сад удовольствий, был разбит в 16 веке мандарином по имени Пань Юньдуань. Это классический образец садово-паркового искусства Срединного государства, а также своего рода энциклопедия китайской культуры. На площади 5 гектаров представлены стили разных эпох. Извилистые аллеи, красивые мостики и скалы создают живописный лабиринт, который по замыслу создателей должен не только радовать глаз, но и отгонять злых духов. Во время восстания Тайпинов в середине 19 века сад был прекрасным укрытием для воинов общества Молдов. Сегодня Юйюань тоже своеобразное укрытие для влюбленных пар, так что свое название он сейчас оправдывает полностью. А вот самое интересное святилище Шанхая – храм нефритового Будды. Он расположен в северо-западной части города. Этот храм разделен на три павильона. Их стены украшены изображениями буддийских святых и религиозными символами. В 1979 году храм был отреставрирован. Перед павильонами горит очистительный огонь. Его пламя должно уничтожить все страхи и неблагие помыслы. Здесь поклоняются двум статуям Будды из белого нефрита, которые подарил храму монах из Бирмы. Одна из них представляет Будду полулежащим, входящим в нирвану. В соседнем павильоне ждут еще три статуи – Будды прошлого, настоящего и будущего. Молитва, обращенная к ним, помогает найти свой путь в жизни. С боков – разгневанные божества-покровители, борющиеся с людскими слабостями. Но противостоять злу этого мира надо в первую очередь собственными силами, воплощая в жизнь учения Будды. При храме сегодня живет более ста монахов. Субтитры Субтитры Они помогают верующим на их пути к нирване. Характерное проявление народного буддизма – обычай заказывать ритуал для частного лица или для фирмы, сделав монастырю щедрое пожертвование. После отхода от марксистской идеологии китайцы вновь открыли в себе потребность в вере. Может быть, это более или менее сознательная реакция на повсеместное торжество идеологии потребления. Глубоко под землей, а точнее под руслом янцзы, нас ждут впечатления иного рода. Вагончики везут путешественников по сверхсовременному подземному тоннелю в будущее. Мы едем в Пудун, где научная фантастика становится реальностью. Глубоко под землей. 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 Телевизионная башня Перекрестки и небоскребы, выросшие из земли за последние 10 лет. Почти 15-миллионный город переживает рекордный экономический рост. Китайцы учатся проводить отпуск в западном стиле, с наибольшим воодушевлением на воде в декорациях а-ля Карибы. Белые пляжи тропического острова Хайнань тянутся на много километров. Пока они еще не заполнены толпами туристов, Запад только начинает открывать для себя этот рай на юге Китая. Купаться в теплом море и загорать – для большинства китайцев это все еще развлечение из другой жизни. Пока лишь немногие находят удовольствие в том, чтобы жариться на горячем солнце. Появление на Хайнане роскошных отелей не слишком изменило жизнь островитян. Большинство из них занимается рыбной ловлей. Каждый день надо спустить на воду лодку, наловить рыбы, починить сети. Вытянуть на берег сеть весом несколько сотен килограммов можно только при условии, что все одновременно прилагают максимум усилий. Труд в коллективе, когда каждый знает свое место в ряду, совсем не в тягость. Совместная деятельность на общую пользу была известна китайцам с незапамятных времен. Впрочем, совместный труд приносит много радости. Каждый чувствует свою необходимость, никто не одинок. Чтобы вытянуть сеть такой величины, трудится как минимум 20 мужчин. Сети уже на берегу, и лодка уже на песке. Каждый внес свою лепту в общий лов, принадлежащий теперь всей деревне. Если бы у рыбаков были современные катера и сети, их улов наверняка был бы богаче. Но и того, что есть, им хватает. Рыбаки довольны сегодняшним уловом. Тем более, что попались и крупные рыбины. Вернемся в 21 век. В 1997 году Сянган, он же Гонконг, вновь стал частью КНР. После того, как срок британской аренды истек, роль города как банковского и торгового центра не уменьшилась ни на йоту. С середины 19 века Гонконг, ставший колонией Британии, был своеобразным Манхэттеном Востока. Этот анклав капитализма на маленьком острове в Южно-Китайском море мог расти только в одном направлении – вверх. Англичанам хватило двух кораблей, чтобы разгромить китайский флот и занять остров, который был главным центром доходной опиумной торговли. В 1898 году Британия получила в аренду на 99 лет полуостров Цзюлун, другое название – Коулун. На этих так называемых новых территориях находится сегодня вокзал и аэропорт. Через 99 лет с переходом Гонконга под суверенитет Китая в жизни города мало что изменилось. Дорога к центральному вокзалу Гонконга идет мимо центра конгрессов и выставок. Переплывая туда даже в сотый раз, невозможно отказать себе в удовольствии полюбоваться панорамой города. То, что недавно в китайских СМИ называли рабской колонией капитализма, сегодня, после перехода под власть Китая, именуется жемчужиной национальной экономики. На самом деле, политически и экономически Гонконг остается в значительной степени независим от Пекина. Там по-прежнему сохраняются собственная валюта и некоторые демократические свободы. В деловом районе все здания спроектированы на основе фэншуй, согласно так называемой геомантии земли, что для китайцев имеет огромное значение. Обустройство офиса без соблюдения законов фэншуй, несомненно, сказалось бы на качестве работы и курсе акций. Обращают на себя внимание многочисленные эстакады для пешеходов. Переходы обязательно с крышами. Гонконг лежит в зоне сильных муссонов. Перед зданием здешней биржи мы видим вот такие бронзовые фигуры. Новый символ Гонконга – бык, сила которого может поспособствовать выгодному курсу ценных бумаг. В городе, где ежедневно совершаются миллиардные сделки, должны быть созданы условия достойной миллиардеров. Самый роскошный отель – Пенинсула, по-русски полуостров. В аэропорт вас отсюда отвезут не иначе, как на Роллс-Ройсе. Здесь огромный парк этих шикарных машин. А тех, у кого совсем нет времени, на крыше ждет комфортабельный вертолет. Цена за ночлег колеблется от 600 до 10 тысяч евро. А чашка кофе в холле гостиницы стоит, так, ерунда, 50 евро. Как и в Шанхае, роскошь здесь близка к декадентской. На момент своего открытия в 1928 году Пенинсула был самым роскошным отелем в мире. Богатейшие люди того времени считали делом чести остановиться здесь. По сей день в среде аристократов и финансовых воротил его ласково называют «большой мамой». Традиционный английский чай в 5 часов вечера здесь пили и Черчилль, и сама королева Британии. Глянем хотя бы краешком глаза на это великолепие. И отправимся в Освояси. Случайных посетителей, которые не забронировали номер, здесь не очень-то привечают. Самым бедным город предлагает роскошь другого рода – поющих птиц. Коль скоро вы попали в Гонконг, посетить здешний птичий рынок нужно обязательно. Те, у кого дома уже есть крылатый певец, приходят сюда за кормом для него. Вот, например, кузнечики. Выбрать пернатого друга здесь не так-то просто. Глаза разбегаются. Тут есть все – от соловья из Сычуани до миниатюрного попугайчика Скалимонтана. А если вдруг нужного нам экзотического вида не найдется, продавец с удовольствием закажет его. Возможно, жители Гонконга любят птиц в клетках потому, что до известной степени отождествляют себя с ними. Ведь чем еще, как не тесной клеткой, является город, где на площади тысячи квадратных километров проживает более шести миллионов человек? Клетки для птиц – ходовой товар, а потому умение сделать такую клетку – своего рода искусство. Дверцы закрываются в самом конце. Хорошо, что они вообще есть. Британцы оставили после себя помимо современной банковской и биржевой системы еще и прекрасные дороги. Нынешняя городская администрация, однако, облагает автовладельцев гигантскими налогами, чтобы уменьшить количество личного транспорта на дорогах. Предпочтение отдается общественному транспорту – такси, автобусам, трамваям. Проехать на таком двухэтажном трамвае – все равно, что прокатиться на американских горках в Лунопарке. Как и положено на острове, важную роль играет также водный транспорт – лодки, паромы, водные такси. Самые обеспеченные люди вместо второго автомобиля держат яхту. Вокруг острова полно маленьких портов, которые специализируются как раз на обслуживании этой влиятельной группы населения. На борту водного такси мы добираемся до одного из самых известных рыбных ресторанов Гонконга. Он расположен на специально переоборудованной джонке. Это не для экзотики, а из-за дефицита свободной площади на суше. Дракон облизывается с аппетитом. Впрочем, и по лицам гостей видно, что они тоже не прочь вкусно поесть. Но прежде чем настанет время ужина, предстоит помучиться выбором. В китайской кухне, помимо популярных сортов рыбы и ракообразных, десятки других лакомств из морепродуктов. Все только что выловлено прямо из специального бассейна рядом с кухней. Платим вперед по весу. Вместо даров моря в ресторане предлагают змей. Копченых, маринованных, на гриле. Тот, кто не хочет испытывать судьбу, может попробовать более дешевых моллюсков или вот такую мелюзгу. Выглядит она не ахти как аппетитно, зато прямо из моря. Создается впечатление, что в китайских водах нет ничего, что считалось бы несъедобным. За терпеливые ожидания полагается награда. Пора начинать настоящий пир. Пир богов. Даже завзятые вегетарианцы найдут кое-что для себя. Здесь десятки блюд из риса, макарон и овощей. Пора делать покупки. Магазины открыты круглосуточно. Кажется, будто любовь к шоппингу – исконная черта китайцев. Ведь в Гонконге, в отличие от континентального Китая, никогда не было дефицита. Дамский рынок – неиссякаемый источник товаров знаменитых марок. Не каждый турист понимает, что это фальшивки, хотя низкие цены указывают на это вполне определенно. Seiko и Rolex, Gucci и Louis Vuitton. Надо признать, что для подделок эти вещи выглядят вполне пристойно. Часы с логотипом престижного производителя здесь можно купить чуть ли не за 5 евро. Так что для туриста без особых претензий – здесь сущий рай. Покупатель не должен бояться, что кожа ненатуральная. Тут принципиально не обманывают клиентов. Обворовывают здесь исключительно владельцев знаменитых марок. Туристской дорогой мы добираемся до башни Пик Тауэр, экстравагантная форма которой обеспечила постройке большую популярность. С высотки открывается вид на ночной мегаполис. Когда смотришь отсюда, кажется, что Гонконг не британский и не китайский. Это город будущего из научно-фантастического фильма. Но уже мгновение спустя наше внимание привлекает одна деталь, и мы понимаем, что находимся все-таки в Азии. Вот праздничная иллюминация. Она ритмично пульсирует цветами, показывая таким образом уходящее время. Китай между Инь и Янь, между коммунизмом и капитализмом. Великий дракон вновь проснулся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok